всем привет друзья с вами назар и мы продолжаем играть чуть не сказал херст вайрон но мы играем европы на 4 за византию так у нас тут турки объявили войну рамадзану так что похоже не срабатывает и план по которому вы должны давать и тут земли этим байликам как их там называется правильно мы можем потому что у нас идет сейчас перемирие с турками плохие новости 321 супер император 106 в суде что за бред 106 что за да вот типа такая особенность византии получать наследников идиотов или до 7 суммарно 7 очков получать от наследника это конечно супер нтш обратилась в нашу веру хорошо так тут у нас идет производство курки тут 182 очков на 153 только риск восстания тут все еще высокий ну учитывая то что наш правитель не очень так сказать военном деле так что военные очки на данный момент мы тратить не будем мы подождем чтобы прошло три года сразу возьмем когда тут дойдет потихоньку сразу возьмем себе технология так почему у нас такие большие траты на войска не идут странно тут по ходу пополняются войска нужно подождать так здесь мы улучшаем отношения с неаполем нужно будет тихо вассалить так отношение отношения дипломатические 4 4 ну да умер дистический брак с австрией хорошо отзываем дипломата с австрии военные технологии доступны но мы не будем делать чтобы не тратить лишние очки будем тратить здесь 180 админ очков зато ничего не поделаешь нужно так свободный дипломат у нас отправляется мне боль чтобы заключить династический брак прекрасно и осталось всего восемь очков и мы тогда можем его аннексировать так дипломат 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 откуда ты у нас пойдешь скорее всего что сюда получать отношения аннексировать мы можем сделать это 1547 год пять лет каракуэлла покидает военной коалиции против нас хорошо разноклассия в армии и док защита крепости лимит армии дисциплина давайте на дисциплину возьмем че-то она мне больше нравится так и хорошенько было бы повоевать сардинии взять их провинцию и тогда мы сможем уже клепать претензии вот на тунис и развиваться хотя моем случае мне и так уже можно сказать есть два фронта там восточный и здесь итальянский еще третий себе брать я конечно нужно моему тут испания раз повисалась не на шутку доломаться и сейчас должна получиться нашей провинции национальной стать точнее австрия австрии воюют селезия польша богемия и тюрингия 3 3 но национальная провинция дал нации управляем туда сразу же крестителя и отправим туда войска вот так чик хорошо о кстати измир не хочется конечно воевать с измиром хочется лучше повоевать с османами и от продать просто сару хану эти провинции турки сколько там у нас еще перемирия 546 еще четыре года это долго каравелла каравелла что ты тут делаешь каравелла у нас идет торговать тут еще то каравелла есть так она как раз таки идет сюда пришла объединяем пусть действует вместе так а транспортный флотик наш где вот он значит отсюда можно думаю посадить на корабле тут под один процент патрон пусть будет полтора войска отправить в пизу тут еще долго будем действовать опа 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 четырнадцать тысяч тут у нас сколько 36 флот 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 давай сюда врагузу и будем сражаться с этими националистами нет чтобы здесь вот восстать не должны у нас восставать конечно же объединяем и отправляем хорошо враг разбит д на повод для войны мы получились повода для войны и потеряли права на провинцию так 34 хорошо что там еще годик нужно подождать ждем 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 прибыль опять пошла вниз дипломат у нас тут работает хорошо можно нам предупредить турков не то влияние винулите к миру сделать предупреждение хорошо если я сделаю предупреждение это будет стоить нам 1 очко дипломатических связей или не будет давайте попробуем нет не стоит хорошо турков мы предупредили отношение улучшаем отношение казна пошла вниз интересно сколько у нас уже здесь торговое влияние ого на 4 процента много конечно ждем 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 еще совсем немножко осталось тут тут еще множко тут тоже множко блин неаполь зачем ты отдаешь своим угнетателям право проходу так это что такое крестьяне крестьяне это не интересно поляки тем временем осаждают австрию хорошо в моем случае это хорошо потому что немножко ослабит австрию фриули стала нашей национальной провинцией восстание все равно тут вполне возможно но нужно забирать отсюда свои войска они нам нужнее в других местах если же будет восстание даже не знаю нужно будет брать проход в австрии высаживать тут свои войска и тогда идти подавлять восстание так 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 часть войска сюда пройти я конечно не могу против неаполь о плюс 60 с каждой стороной с которой мы ограничим берем вот это так можно брать военную технологию супер и у нас получаются стрелковые уже отряды наступательный или оборонитель ну берем наступательные такие вот немножко дурацкие можно сказать прямо модельки у них кона потеряли претензию я читал вот насчет этих моделек разработчики типа писали что они предположили как бы выглядели вазантийские войска если если бы вазантия просуществовала до нового времени они решили что они будут ходить с каким-то котелками на голове не знает с чего они это взяли но получается вот такая фигня хорошо риск восстания можно повысить стабильность сколько стоит 69 риск восстания немножко поутихнет флотик 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 сюда давай о кстати неополь возвращаем домой у нас кстати 666 дипломатических очков очень страшно прям боюсь и неополь начинаем начинаем аннексацию потом сразу же будем а какую ну или это атак атак так война завершилась так монеты у нас военного на у нас нету на плюс один война завершилась хорошо приближается дата выплата займа ну нужно собирать деньги и выплатить этот самый займ так флотик садим войска отправим куда бы их отправить кстати турки турков еще нет стрелковых отрядов куда бы войска отправить ну давайте в карман здесь армия переходит давайте во фракию брак династический с поляками соглашаемся ну и пиза сейчас должна закончить здесь национализации провинции нужно завершиться отлично мы снова можем начать в стерилизации этого делать не будем конечно вот тут на 12 лет аж опережаем время будем потихоньку копить как раз таки с 12 лет мы сможем наверное сделать и что там пиза достаточно немного остания риска хорошо флот 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 сюда я вот думал насчет того чтобы начать войну с мамлюками кто у них у них в союзе нет никого такого очень сильного и вот можно было бы с ними повоевать но нужен проход от турков они прохода не дают из-за испорченного мнения у нас можно конечно флотами высаживаться брут сахум короче мы начали терять претензии нужно будет их делать заново свозим свозим сюда войска потихоньку так займ можно выплатить так и делаем 4 монеты всего то получаем терпеть патриарха увеличится на 5 или давайте уменьшаем нам сейчас нужны деньги не так рекруты как деньги так что будем понемножку уменьшать риск встания тут конечно еще идет пиза все равно остается большой риск встания тут много очень вот этих щитков так вот возвращаем можно было бы еще себе построить остопа когда у нас можно будет строить лучшие суда вот на следующем можно барки и караки строить не баки а тут каравеллы уже хотя у нас есть одна каравелла которые мы или нету есть есть вот квилла коронату наверное вот у венецианцев захватили ее вполне возможно транспорт на десятом уровне нужно две технологии ну давайте построим два транспортных кораблика пока деньги есть можно строить у нас просто вот здесь плюс два аж добавляет нам нужно технологии хоть немножко вырасти а то тут отстали уже минус пятнадцать дает процентов так здесь войска садим и отправляем в карман давайте тут 47 ого 47 отрядов здесь можно содержать иметь снабжение много конечно каком задании лучший защиту карман ё-моё это задание у нас уже длится не знаю сколько лет наверное тридцать реактивность минус ага мы аннексировали неополь ну и нужно начинать потихоньку его крестить луканье 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 где-то луканье здесь у нас луканье что там по войскам а у нас лимит 60 ой 92 отряда чего себе так прибыль у нас полетела вниз что ж такое блин жрут эти войска наши очень много проход бургундия хочет взять с бургундия с кем ты воюешь скандинавия и арагон пожалуйста на арагон мы всегда рады помочь так так у нас есть еще же миссионеры отправляем все конечно тут восстание сейчас начнутся при пристеже пристеже средства конечно же средства направляем в казну флоты транспортные отправим сюда и вот не знаю начинать ли эту войну луками или не начинать давайте посмотрим войска му 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 люки 38000 это достаточно много давайте перейдем сюда свои галеры и посмотрим кстати турки у нас уже закончилась перемирие так что турки 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 турецкие мы будем воевать с турками кто у них там союзах крым тимуриды а теперь у нас каракуилу сможет пройти потому что акуилу наш вассал и союзник так что они их пропустят хорошо 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 острее не хочет союза поляки согласятся ну и плюс литва еще вступит так тут московию сильно обижают кто-то себя обижают так что насчет связи у нас три связи значит еще одна доступна кто с нами в хороших а тут нельзя так посмотрим кто с нами в хороших отношениях да никто особо ясно можно с аруханом например попробовать союз союз и потом отдать им парочку провинции или или можно просто после войны никто 4000 только войск нам только мешать будут так войска отправим сюда так нужно хорошенько подумать у нас еще проблемы с казной очень большие разве что советник вот этого давайте мы его выкинем отсюда возьмем опять нет он что это какие-то арабы у нас странно тут тоже так прибыль есть хорошо транспортные можно не брать уже это что такое барк барк давай сюда так делим пополам 16 отправим сюда другие 16 отправим сюда транспортники сюда хотя вот эти 16 и вот эти мы поставим сюда сначала так у турков тут 3 галеры всего-то завоеватель левант понятно так флоты флоты торговые торговые сюда отправляем тут можно даже не перекрывать толку от этого нету так тут бургунью вижу осаждает хорошо тут они просто пришли лучше бы стали сюда чтобы у нас тут восстания не было так еще барки и это уже не не апельские отправим все сюда и что там еще у нас по флотам есть 16 галеры 1 барк 5 барки тут у нас галерные флоты 2 странно у неополя не было галер странно странно так 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 объявляем войну наверное так турецкий флот весь здесь хорошо значит мы отправимся сюда чтобы перехватить сразу же ихний флот так опять он куда-то свалил свалил сюда ну ладно давайте объявлять войну туркам крым каракуину и тимуриды но нам согласно помочь польша вместе с литвой поляков не так уже много войск войск сколько у них тут 16 плюс 11 это 27000 у нас тут две армии 1 27 2 и 24 плюс у нас хорошие генералы давайте объявляем войну за что будем брать пусть будет за тютуханью все война объявлена так тут сразу нужно разбить вражеские войска одна из армии у нас будет стоять вот здесь она будет контролировать подход войск османских союзников так каракуину вступила тумуриды вступили ясно все все союзники турков поступали в войну так смотрим двадцать восьмое двадцать девятые ладно не успеваем делаем вот так значит так же что мы возьмем себе два наемника и они отправятся осаждать провинции тут восстание как всегда не будет нам так не может повезти и отправляем торговать константинополь так тут турецкий кораблик с нами сражается сколько у нас там константинополь 45 только ганза ганза они вот здесь их не провинции одна там или две они тут имеют аж 9 процентов больше чем турки что значит торговая республика так 11 сентября 5 сентября успеваем хорошо флот можно разделить вот враг идет к нам так разбита турецкая армия соединимся вот здесь еще один кораблик потоплен дулкандир они идут возможно не знаю куда они идут если честно стабильность плюс один как раз таки хорошо посмотрим что они будут делать так эти войска мы вернем наверное так они пришли в сивас хорошо мы попробуем вот так дайте мне армию успеем успеем 30 октября 29 как раз таки успеваем 3 ноября подойдет подкрепление так не честно 15 ноября 16 ноября 10 ноября как раз так наверное уже успею да я не получаю страф у них больше конницы нежели пехоты так разбиты тут еще идут хорошо эта часть сюда идут это идет сюда больше потянуло войска кстати едисан литовский теперь вроде был крымский так тут я вижу много войска эти отступают эти наступают мы придем 29 января эти 16 января но здесь горы нет в горах мы не будем атаковать если так 14 16 все они отказываются идти 23 тысячи у нас много слишком так они здесь собирают свои войска 1 февраля 2 февраля мы только сможем дойти если вот так так они не хотят если вот так 4 февраля 5 не успеваем стоим значит так сражение пошло шон тут будет победа и отправляемся сюда попробуем перехватить польскую осаду 32 тысячи они собрали 16 марта мы наверное не успеем сюда пройти быстрее ну тут самый день получается так 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 почему тут так медленно идет боевой дух а не прошло успешное обращение отправляем в неаполь тут 10 тысяч простаивает и бы лучше отправить на фронт воевать а тут поляки почему то не хотят осаждать крым так еще и казань присоединилась у сейчас будет весело ну хорошо значит пойдем сюда так они тоже идут но не туда разобьем эти 3000 так так тут еще 3000 у нас 13 апреля мы 17 не успеваем значит они идут Азербайджан 9 мая ну они короче говоря будут собирать здесь большие армии так что мы пойдем сюда рано или поздно так поляки не хотят здесь отдавать почему то не знаю Калабрия произошло обращение успешное так технологию принимаем наступны национальные решения учредить векарных епископов доход от налогов стоимость стабильности минус 8 эффективность миссионеров плюс 1 берем вот это мы не будем брать это нам не нужно так тут еще вижу попробуем разбить разбить вот так проще всего разбивать эти маленькие группы хорошо теперь пойдем так наверное из-за того что здесь была включена вот вот эта способность они не могли повысить свой боевый дух и в чем делай о ой 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 ну и победим или победим так они еще под крепление себе взяли сваливаем сюда сразу потери не такие уже большие хорошо ребят на этом я буду с вами прощаться встретимся уже в следующей серии где попытаемся опять таки разбить вот этот огромный союз мусульманских стран а на этом с вами прощаюсь всем пока пока